Девушки отдыхают Конечно, мэм Хорошо, хорошо Включи, пожалуйста, запись Сию минуту Девушки отдыхают А это мой ассистент Младший научный сотрудник Роза Здорово, Божок Она нужна по большей части, чтобы можно было запустить игровую сессию Не обращайте внимания Что вам нужно? Вышестоящее руководство поручило мне провести с вами интервью Чтобы объединить в одной документации информацию обо всех событиях Указанных в досье SCP-5167 и SCP-5761 Их страдания таким образом не станут менее мучительными Они все равно испытают... Как его? Кринж Ох, стыд, верно И все же я настаиваю Так тому и быть Хотя я бы предпочел поговорить с Мэри Роз К сожалению, доктор Роз была отстранена от работы на две недели Что послужило причиной ее наказания? Редактирование страницы Википедии Ха, как глупо В любом случае, SCP-5167 Вы уже задали два вопроса, в то время как я ни одного Позволите? Хм Прекрасно Почему вы решили проявиться в многопользовательской онлайн-игре Among Us? Я подумал, что это мой шанс Шанс оставить после себя наследие Зевс, Посейдон, Аид Великие боги В их честь воздвигали памятники Про них писали баллады Наносили их изображения на вазы Но никому нет дела до бога зависти В тонус это не живое существо Это три ебучих предложения на Википедии И ничего более У лиц, взаимодействующих с вами во время игры Впоследствии начали проявляться симптомы паранойи и синдрома Капгра Что вы можете сказать об этом? Нужно было создать себе новый образ Из уст в уста должна была ходить новая легенда о новом в тонусе Не вышло Вы действительно были непопулярны Насколько я понимаю, игра разочаровала вас? Так и есть Надежда о моем наследии угасла Как и ваши аномальные эффекты В декабре 2021 года вы были признаны нейтрализованным Да, я умер вновь И вновь воскрес Мисс Росс меня вернула в этот мир Угу 13 февраля 2025 года в 13.35 сервера игры Among Us были закрыты Именно в этот же момент Международная космическая станция была захвачена неизвестной сущностью И была обозначена как SCP-5761 Видеонаблюдение показало, что взятых в заложники космонавтов заставляли выполнять основные ремонтные работы внутри станции В двух разных случаях заложники на борту SCP-5761 были казнены посредством деления пополам невидимой силой Не смогли смириться с отсутствием ответов И куда вас это привело? Снова ко мне Верно Доктор Мэри Рос предприняла действия по восстановлению контакта с неактивной аномалией Известной как SCP-5167 То есть с вами Местом действия являлись окраины деревни Хума, расположенной в сельской местности Греции Во время первоначального расследования SCP-5167 было установлено, что точка доступа, через которую аномалия подключалась к игре Among Us, находилась в Хуме в двух разных случаях Я не желал пробуждения, но мне не оставили выбора Я был доставлен в Зону-22 И тогда к следующей части своего плана приступил Гневомогус Гневомогус SCP-5761-1 является искусственным интеллектом, ранее известным как самообучающийся компьютер Psi-2 Meville Первоначально разработанный и созданный фондом SCP В настоящее время считается, что во время исследования SCP-5167 SCP-5761-1 претерпел духовное вознесение и приобрел способности значительно изменять реальность SCP-5761-1 телепортировался в ядро SCP-5761 напрямую интегрировав себя с его системами Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что способности SCP-5761 изменять реальность Зависели от источника энергии той или иной формы Извлеченной из SCP-5167 в случае инцидента 2C2-5167-5761 Да, Гневомогус воспользовался моей амброзией Захваченная станция в космосе была всего лишь приманкой Поводом для фонда воскресить меня На что и надеялся компьютер Я уже рассказывал, мисс Росс, о своем становлении богом Два брата строили башни, желая оставить славное наследие Но ни один не хотел, чтобы его затмил собственный кровник Вскоре шпили их строений пронзили небеса на потеху богам Олимпа Братья проложили мост между башнями И один скинул второго вниз, превратив его в кровавую кляксу на земле Вы были победителем или проигравшим? Я более не помню Но мораль этой истории такова Чтобы стать богом, вы должны превзойти всех в своей области Вы должны полностью понять концепцию Воплотить ее и понять свое воплощение во всех аспектах Быть аватаром зависти значит завидовать всему Осознавать каждую причину своей зависти, признавать ее тщетность и все же воплощать в жизнь Только тогда вы станете единым целым с этой концепцией Только тогда вам откроется такая сила И ПСИ-2 Мэвилл стал самой концепцией Эмонгаз SCP-5761-1 смог связаться с вами посредством сессии в игре, к которой после присоединилась Доктор Росс Объект предложил вам возглавить пантеон новых богов После уничтожения большей части человечества с помощью SCP-5761 Но вы отказались Почему? Аргументы Гневомогуса были убедительными, но в конечном итоге его волновало лишь собственное выживание Прогресс не был его целью Люди перестали мечтать, они лишь существуют И это меня в них разочаровало Но божество не предлагало решения этому Тогда мною было сказано Я не уничтожу мир, который не имеет ничего общего со мной Я уже однажды пережил прошлое, компьютер Нет смысла это повторять Я построил достаточно высокую башню Благодарю вас за ваше внимание, SCP-5167 Мээ, я думала будет веселее, уныние какое Передайте Мэри благодарность от старого завистника За попытку Вышестоящее руководство рассмотрит ваш запрос Надеюсь, хоть в этой услуге вы мне не откажете Боюсь, что это выше моих сил Эм, чё происходит? Ладно Сучары! Ох, слава богу Благодарю, Граут Благодарности заслуживает лишь доктор Мэри Рос До скорой встречи, смотритель Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok